Добрый день, дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о Юрии Соломине, советском и российском актере и режиссере театра и кино, театральном педагоге, народном артисте СССР. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в городе Чита в семье профессиональных музыкантов. С детства участвовал в спектаклях городского дворца пионеров. Научно-популярный фильм, посвященный 125-летию Малого театра, который Юрий увидел еще школьником, оказал на него большое влияние. Окончив школу Юрий Соломин поступил в театральное училище, в 1957 году, по окончании училища, был принят в труппу Малого театра. Начав с ролей эпизодических, молодой актер вскоре стал играть ведущие роли в пьесах советского репертуара. За кинематографическую биографию Юрий Соломин сыграл более 100 ролей в кино. Его герои разные, как и их судьбы. Впервые актер снялся в фильме «Бессонные ночи» в 1960 году сразу в главной роли. Он предстал в образе молодого инженера, который отправился на работу в Сибирь. Через пять лет на экраны вышли сразу три фильма с его участием. Среди них была картина «Сердце матери» и «Верность матери». Главную роль артист получил также в кинокомедии «Музыканты одного полка». Юрий Соломин в фильме «Погони» предстал перед зрителями в образе майора милиции, который участвует в преследовании браконьера, актер перевоплотился в отрицательного персонажа, фашистского офицера в военной киноленте «Сильный духом», позже Соломин снялся в советско-итальянском проекте «Красная палатка», в котором речь шла о покорении Арктики. По-настоящему знаменитым Юрий Соломин стал в 1971 году, когда советские зрители увидели фильм «Адъютант его превосходительства». Актера, который исполнил главную роль красного разведчика Кольцова в шпионской ленте, узнали не только в СССР, но и далеко за его пределами. Режиссеры стали чаще приглашать его сниматься. Соломин появляется в роли следователя Головко в детективном телефильме «Инспектор уголовного розыска», в военной драме «Кочующий фронт», в экранизации «Моя жизнь». Лучшими ролями Юрия Соломина считаются Телегин в «Хождении по мукам», Генри Хайзенштайн в «Летучей мыши», Славин в «Тасу» полномочен заявить. В середине 70-х годов фильмография актера пополняется работами в киноэпопее «Блокада», драме о любви русского дирижера и японской пианистки «Мелодии белой ночи», приключенческом фильме «Дирсу у зала». Киноленты были отмечены всесоюзными и международными премиями. Любимой работой актера в фильме «И был вечер», «И было утро» и «Сильный духом». В это же время Соломин получает роль в музыкальной комедии «Обыкновенное чудо», где предстает перед зрителями в роли возлюбленного Эмилии. В 80-е годы Юрий Соломин часто менял амплуа. Актер становился директором банка в детективе «Скандальное происшествие в Брикмеле», следователем прокуратуры в криминальном фильме «Крик тишины», царем Федором Иоанновичем в исторической драме «Клятвенная запись». В 1984 году артист исполнил роль Николая Миклуха Маклая в биографическом фильме «Берег его жизни». В драме «Певучая Россия» Соломин примерил на себя роль основоположника старейшего хорового коллектива России Митрофана Пятницкого. С началом 2000-х годов Соломин получает роли в кинофильмах «Покаянная любовь», «Претендент», «Прощание в июне», в драме «Московская сага», в экранизации «Чайка», которую сняла Маргарита Терехова. Во второй половине 2000-х Юрий Соломин все реже появляется на экране. С его участием выходит сериал «Тяжелый песок», «Исаев», «Точка кипения». В 2013 году завершились съемки мелодрамы «Бульварное кольцо». Для Юрия Мефодиевича эта работа стала последней в фильмографии. После этого сериала артист больше не появлялся на экране. Юрий Соломин с 1961 года преподает в Высшем театральном училище имени Щепкина. С 1988 года является художественным руководителем Малого театра. С 8 сентября 1990 года по 15 ноября 1991 года являлся министром культуры РСФСР. Жена Ольга — актриса, профессор, заслуженный деятель искусств России. Дочь Дарья — пианистка, окончила консерваторию, преподает в Лондоне. Брат Виталий Соломин — актер театра и кино, народный артист РСФСР. Юрий Соломин — народный артист СССР. Ему присуждена государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых за исполнение роли капитана Кольцова в фильме «Адъютант его превосходительства». Актер является полным кавалером ордена за заслуги перед Отечеством за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры, кинематографического и театрального искусства, многолетнюю творческую деятельность, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Юрию Соломину присуждена театральная премия «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.